Всем привет, друзья! И сегодня у нас с вами математическая задачка из теста в Калифорнийский университет Беркли. Но задача эта интересна не только тем, что она давалась в тесте в одном из американских ведущих вузов, но и тем, что подобные задачи можно встретить и у нас на ЕГЭ. Так что давайте попробуем решить. Видим, слева у нас два корня и справа у нас два корня. Что нам первое приходит в голову? Конечно же, взять и возвести и правую, и левую часть в квадрат. Ну, собственно, давайте так и сделаем. Но не забываем, да, вот многие забывают, что вот это вот нужно возводить в квадрат по формуле, а не возводят это, это про удвоенное произведение забывают. Мы не забудем, потому что я только что это проговорил. Корень из х в квадрате это будет просто х, теперь плюс удвоенное произведение корень из х на 20 минус х. Вот то, о чем я говорил, да. И вот это вот корень в квадрате, это просто будет 20 минус х. И возводим вот эту штуку в квадрат. То есть у нас корень в квадрате, это будет просто подкоренное выражение. Поэтому 20 плюс 20х минус х квадрат. Я специально тут сейчас не заморачиваюсь с ограничениями на х. Мы можем просто в конце взять и проверить, если кто-то сомневается в том, что что-то подходит. Во многих случаях это будет быстрее, чем сейчас возиться с ОДЗ, думать, что так, что не так и так далее. Смотрим. Что тут у нас с вами происходит? У нас тут х и минус х сокращаются, да, заимчтожаются. Смотрим, слева есть 20 и справа есть 20. Поэтому тоже вот так вот берем и избавляемся от них. Что дальше? У нас по-прежнему вот здесь в левой части остался корень, да, и как нам от него избавиться? Ну, опять можем взять и возвести в квадрат правую и левую части. Так? Так. Ну и давайте посмотрим, что получится. Когда мы возводим 2 в квадрат, мы получаем с вами 4. Так, а корень возводим в квадрат, и у нас получается подкоренное выражение. То есть, х, помноженное на 20, минус х. Справа, вот если мы сейчас начнем возводить квадрат, у нас с вами получится вот тут четвертая степень, что не очень удобно. Но если мы внимательно посмотрим, то увидим вот какую штуку. Что если мы сейчас вынесем вот отсюда вот х, то у нас получится 20 минус х. В точности то же самое, что и здесь, да? Вот это вот у нас будет одинаковые вещи. То есть, ну, давайте так и запишем. Не будем возводить в квадрат, а просто оставим вот так вот. Ну и тут нам напрашивается сделать замену, да? Например, на буковку Т. Ну, мы сейчас поломаем с вами стереотипы и не будем делать замену, оставимся так. Нет, если вы хотите сделать замену, вы ее сделаете. В этом ничего страшного нету. Так, привычно так учат в школе, это по шаблону. Но мы сейчас порвем с вами все шаблоны. И что мы с вами сделаем? Мы просто возьмем и перенесем вот эту вот штуку, ну, например, в правую часть. Что у нас получится? У нас получится х, помноженное на 20 минус х в квадрате, минус 4х, 20 минус х, равно нулю. Так, ну, теперь мы возьмем и просто вот эту вот вещь вынесем за скобочки. Получаем х, помноженное на 20 минус х. От первого слагаемого у нас что остается с вами? Еще раз остается х, помноженное на 20 минус х. От второго остается минус 4. Так, теперь смотрим. Вот тут у нас из этого следует, что х 0. Смотрите, у нас произведение 3-х множителей, да, поэтому мы вот это, собственно, уже можем все написать. Потому что у нас произведение равно нулю, в том случае, если какой-то из множителей равен нулю, или все они равны нулю. Поэтому х равен нулю, либо отсюда из этой скобочки х равен 20, либо вот из этой вот скобочки, тут нам немножечко придется порешать. Давайте с вами порешаем, что у нас получится 20х минус х в квадрате минус 4, правильно? Равно нулю. И тут тоже можно пойти тем путем, что сейчас домножить все на минус единицу, записать все там, х в квадрате минус 20х плюс 4, записать дискриминант, найти корни, это все здорово. Можно сделать так, но мы опять поломаем шаблоны, да, и запишем чуточку по-другому. Ну давайте сначала домножим на минус единицу, чтобы все-таки было привычнее на это все смотреть. х в квадрат минус 20х плюс 4 равно нулю. А теперь смотрите, что мы сделаем. х в квадрат минус 20х, и что-то сейчас дополним до полного квадрата, а вправо перенесем минус 4. Ну и понятно, что удвоенное произведение это 2, помноженное на 10, да, а 10 в квадрате это 100. Плюс 100 записали тут, значит давайте запишем и тут плюс 100. Тогда левая часть у нас сворачивается с вами по формуле х минус 10 в квадрате. А тут 100 минус 4 получается 96. Теперь чтобы нам вот избавиться от вот этого квадрата, да, мы с вами, давайте вот сюда переедем, мы с вами должны извлечь корень. х минус 10 в квадрате, корень из этого, ну и соответственно корень из 96. Таким образом у нас что с вами получится? х равен, десяточку мы теперь переносим право, получается 10, уже с плюсом, да, а тут получается плюс-минус корень из 96. Осталось понять, что такое корень из 96. Смотрим, 96 это 16, помноженное на 6. Так, получается 96. Да, значит х равен 10 плюс-минус 4 корня из 6. Вот у нас получается 2 корня, 3 корня и 4 корня. Получается всего 4 корня. Ну и кто не верит, что все не подходят, можем подставить и убедиться, что все окей, что все нормально. Я не буду, мне лень. Поэтому ставим, друзья, лайк, пишем в комментах, подходят ли все корни или нет, если вы, конечно, проверяли. Не забываем про мой телеграм, по ссылочке в описании к этому видео. Подписываемся и смотрим другие мои видео на канале, потому что их уже больше, друзья мои, нескольких сотен. Так что все, пока. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok